Пошлина на пшеницу резко снизилась. Урожай масличных может быть рекордным. Маркировка дошла до поколейных товаров. Доброго дня, дорогие наши труженики. Вы включили Агробук и это новости за неделю о сельском хозяйстве. В России набирает обороты уборка ранних зерновых. На этой неделе к жатве присоединились Воронежская, Саратовская, Курская и Белгородская области. Мы будем следить за ходом уборки в этих регионах, а пока расскажем, чем радует юг. В Краснодарском крае сохраняется тенденция, о которой мы говорили в прошлом выпуске. Урожайность зерновых и зернобобовых культур выше прошлогодней и составляет 61,4 центнера с гектара против 56,5 центнеров с гектара в 2023 году. Однако этот успех обусловлен в основном высокой урожайностью ячменя. Так, озимый ячмень на Кубани в этом году дал 73,5 центнера зерна с гектара, что на 13 центнеров больше, чем в прошлом году. Урожайность озимой пшеницы также выше прошлогодней, на 7,5 центнеров с гектара. А вот горох, к сожалению, прошлогодних рекордов не повторит. Его урожайность всего 24,8 центнера с гектара. В прошлом году было на 13 центнеров с гектара выше. И озимый рапс потерял почти 8 центнеров урожайности. Аналогичная тенденция и в Адыгее, где уборка подошла к экватору. Урожайность пшеницы 49,6 центнера с гектара против 43,4 центнера с гектара в прошлом году. Минсельхоз Ставропольского края по-прежнему без подробностей сообщает, что убрано более 40% плановых площадей, урожайность зерновых и зернобобовых в 35,4 центнера с гектара, что на 3 центнера превышает прошлогодний показатель. В Ростовской области показатели по урожайности ранних зерновых несколько подросли, но не так сильно, как хотелось бы, и по-прежнему уступают прошлогодним итоговым показателям. По словам губернатора Василия Голубева, почти на 10 центнеров в среднем по области урожайность уступает прошлогодний и составляет 34,6 центнера с гектара. По зимой пшенице до пятницы в лидерах прибывал Песченокопский район с результатом 60 центнеров с гектара, но буквально за три дня жатвы Цилинскому и Зерноградскому районам удалось его опередить. Север области, который больше всего пострадал от возвратных заморозков, также приступил к уборке и первые результаты, конечно, совсем не радуют. Вчера, 2 июля, наша команда тоже приобщилась к жатве. В ООО имени Кирова в Песченокопском районе убирали делянки с 20 сортами озимой пшеницы селекции Национального центра зерна имени Лукьяненко и определяли урожайность каждого сорта. В условиях текущего года первую строчку занял сорт кольчуга с показателем почти 107 центнеров с гектара. В десятку самых урожайных по результатам уборки демо-посевов вошли также сорта Бумба, Век, Гром, Манете, Мерязевка 150, Вызов, Таня, Алексеевич и лидер прошлого года Победа 75. Напомним, что 31 мая на дне поля в ООО имени Кирова глава хозяйства Мурат Кахриманов пообещал подарить 5 тонн элитных семян тому, кто угадает, какой сорт покажет наивысшую урожайность в этом году. Вчера была названа «Тройка победителей». На кольчугу была подана одна единственная заявка с прогнозируемой урожайностью 86 центнеров с гектара, но это не противоречит условиям конкурса, поэтому победителем в данной номинации за первое призовое место объявляется ИПКФХ Данилова ЕВЭ. Второе место – Бумба. Была подана также одна единственная заявка со 100% попаданием в 130 центнеров с гектара заявленная урожайность, 130 центнеров с гектара фактическая урожайность. Победителем объявляется ИПКФХ Павлов АА. И третье место – СортВек. На него было подано чуть больше заявок, но ближе всех оказался с прогнозируемой урожайностью 85 центнеров с гектара ИПКЛИМАНОВ ДВЭ. Уважаемые участники, уважаемые победители, призеры, просим всех связаться с нами, получить свои сертификаты подарочные и оформить свои подарки. Полный обзор результатов уборки с показателями белка, натуры и массы тысячи зерен, а также разбором. Почему именно такие результаты дали сорта Национального центра зерна имени Лукьяненко, вы скоро сможете посмотреть на нашем канале. Сбор масличных в текущем году может снова побить рекорд, сообщил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Почему был сделан такой вывод? В этом году соя посеяна на площади более 4 миллионов гектаров, что на полмиллиона гектара выше, чем в прошлом году. Посевы РАПСа также увеличились до рекордных 2 миллионов гектаров, что на 400 тысяч гектаров больше прошлогоднего. Подсолнечник занимает 9,5 миллиона гектаров примерно, как и в прошлом году. Каким ИКАР прогнозирует будущий урожай, вы можете увидеть на экране. Дмитрий Рылько уточнил, что речь идет о текущей оценке. И, конечно, очень большую роль будет играть погода. И вот, к сожалению, гидрометцентр пока не дает нам никакой позитивной информации, по крайней мере для юга. В прогнозе агрометеорологических условий на июль говорится, что засуха, которая сохраняется в южной части европейской территории России, представляет угрозу для пропашных сельхозкультур. Условия будут плохими для формирования урожая. Значительных осадков не ожидается. Агрохимцентр Ростовский, кстати, уже подтвердил почвенную засуху на территорию Зерноградского, Азовского и Белокалитвинского районов. Температура воздуха в июле, к сожалению, тоже ожидается выше нормы. Причем не только в южном, но и в центральном, северокавказском и приволжском федеральных округах. Впрочем, осадки в Поволжье могут немного улучшить состояние пропашных культур. При этом много дождей прогнозируется на северо-западе европейской территории России, в Ленинградской, Вологодской и Псковской областях. Избыток осадков ждут в Новосибирской, Томской и Омской областях, а также в Алтайском крае. Три дня назад, 1 июля, наступил новый сельскохозяйственный год. Это означает, что прекратили свое действие квоты на экспорт зерна. Кроме того, изменилась базовая цена, по которой рассчитывается размер плавающих пошлин на зерно. Базовая цена увеличена на 1000 рублей, составляет 18 000 рублей для пшеницы и 16 875 рублей за тонну для ячменя и кукурузы. С 3 июля ставка пошлины на пшеницу, рассчитанная уже по новым правилам, резко уменьшилась почти на 700 рублей за тонну и составила 1818 рублей за тонну. На кукурузу ячмень пошлина по-прежнему нулевая. Кроме того, с 1 июля изменилась и курсовая пошлина. Теперь она составляет 4,5% против 5,5% в июне. Впервые российская сельхозпродукция обложена пошлинами не только изнутри, но и снаружи. Евросоюз ввел запретительные пошлины для товаров из России и Белоруссии. Пошлина на импорт мягкой пшеницы составляет 95 евро за тонну, на импорт твердой пшеницы – 148 евро за тонну, на ячмене рожь – 93 евро за тонну. Масличные, масла, шроты и свекловичный жом также обложены пошлиной в размере 50% от таможенной стоимости. Если говорить об итогах минувшего сезона, то следует отметить рекордный экспорт зерна. По оценке Российского зернового союза он достиг 68,4 миллиона тонн, в том числе почти 56 миллионов тонн пшеницы было отправлено за рубеж. Годом ранее показатели были скромнее – 60 миллионов тонн зерна и 47 миллионов тонн пшеницы. В июне зерно за рубеж, по данным Российского зернового союза, отгружали 45 компаний. А вот в прошлом сезоне количество экспортеров было в полтора раза больше – 74 компаний. Порт Новороссийска усилил свою роль в экспорте зерна и увеличил отгрузки почти на 23%. При этом рейдовая перевалка, напротив, сократилась на 23,2% до чуть более чем 1 миллиона тонн. Достаточно серьезно упала перевалка через Ростов-на-Дону на 35% и через Азов на 70%. Новый сельскохозяйственный год встречает нас с падением цен на пшеницу, причем как на мировом рынке, так и на внутреннем. За прошлую неделю, по данным Росагротранса, экспортная цена на российскую мукомольную пшеницу снизилась на 10 долларов – до 222 долларов за тонну. Цена на французскую пшеницу ослабла до 238 долларов. В глубоководных портах тонна пшеницы 4 класса стоит 16500 рублей без НДС, и это на 250 рублей меньше, чем недели ранее. Цены на малой воде от 13,5 до 14 тысяч рублей за тонну. В Центральной России цены остались на уровне предыдущей недели – 14600-15 тысяч рублей за тонну, поскольку спрос на этот вид пшеницы поддержал внутренний рынок. В Сибири цены выросли в среднем на 400 рублей – до 11800-12700 рублей за тонну. Впрочем, аналитик Российского зернового союза Елена Тюрина полагает, что в ожидании снижения валового сбора зерна цены на внутреннем рынке будут подрастать. Не успела пошлина на пшеницу немного снизиться, как в прессе появились заявления о росте цен на муку, связанном с ростом цен на зерно. Национальный союз хлебопечения заявил о том, что мукомольные предприятия с мая заявляют о повышении цен на пшеничную муку до 29-30 рублей за килограмм. По информации поставщиков на мукомольном рынке, в мае возникла определенная паника. Она была связана с ростом цен на зерно на фоне информации о возможном сокращении сбора пшеницы. В результате цены на муку подскочили чуть ли не на 30%. В Национальном союзе хлебопечения предложили стабилизировать цены на муку за счет таможенных пошлин, по аналогии с пошлинами на зерно, что могло бы на 15-20% снизить цены на внутреннем рынке. В противном случае производители хлеба оказываются в напряженной ситуации, вызванной с одной стороны небывалым ростом себестоимости на основное сырье, а с другой традиционной сложностью повышения отпускных цен на социально значимую продукцию. Объяснили в Национальном союзе хлебопечения. В Российском союзе мукомольных и крупяных предприятий подтвердили, что мука дорожает, но не на 30%, как утверждают хлебопеки, а всего на 20-50 копеек за килограмм. И текущим показателям еще далеко до исторически высоких цен 2020-2021 годов. Доля муки в себестоимости хлеба, напомнил президент Союза Игорь Свериденко, составляет около 20%. В Минсельхозе ситуацию на рынке хлеба и муки оценивают как стабильную. По данным ведомства, по состоянию на 26 июня отпускная цена пшеничной муки в среднем по стране составляла 24,9 рубля за килограмм. Стоимость с конца прошлого года увеличилась лишь на чуть меньше чем 3%, и это ниже темпов инфляции. Всеобщая маркировка, которой уже охвачены вода, молочная продукция, растительные масла, соки, газировки, слабый алкоголь, дошла и до бакалеи. С 1 июля в России был запущен эксперимент, в рамках которого производителям предлагают маркировать хлебцы, сухарики, гренки, чипсы, кукурузные палочки, попкорн, сухие смеси для приготовления супов, соусы, майонезы, а также достаточно длинный список пряностей. Эксперимент продлится до 28 февраля 2025 года. Ну а после этой даты следует полагать, добровольная маркировка станет обязательной, а коды «Честный знак», которые сейчас можно получить бесплатно, будут стоить 50 копеек без НДС. Напомним, что оператором системы является Центр развития перспективных технологий. Закончим выпуск на позитивной ноте. За 4 месяца текущего года Россия на 21% увеличила продажи колбасных изделий за рубеж. Об этом сообщил Центр Агроэкспорт. Драйвером роста стали поставки в Казахстан, который традиционно является нашим главным рынком сбыта. Из 15 тысяч тонн колбасы, отправленной на экспорт, 11 тысяч тонн закупил Казахстан. В топ-3 импортеров также входят Азербайджан и Абхазия. Но есть и покупатели среди стран дальнего зарубежья. Здесь лидирует Демократическая республика Конго и Ангола. В начале этого года выросли поставки колбасных изделий также в Китай, Монголию, Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты. Ну а что касается колбасы, которую едят внутри России, то в ней стало больше свинины и меньше мяса птицы. Глава Национального союза свиноводов пояснил, что во второй половине прошлого года цены на свинину оказались стабильно ниже цен на мясо птицы, что привело к массовому переходу производителей колбасы на свининоемкие рецептуры и к резкому увеличению спроса на свинину. Чаще приобретать этот вид мяса стало и население России. Совокупный спрос на свинину вырос за полгода на 6%. Национальный союз свиноводов с осторожностью прогнозирует, что средняя цена на живых свиней, которая немного повысилась, в 2024 году будет находиться в пределах 125-130 рублей за килограмм. На этом наш выпуск завершен. А напоследок хотим пригласить тех, кто интересуется органическим земледелием, на День поля в Линскинском районе Воронежской области. 2 августа мы будем встречаться в крестьянско-фермерском хозяйстве Беатория, которая выпускает органические овощи, ягоды, мед и даже органическую баранину. Все производство вы сможете посмотреть 2 августа. Добавим также, что Воронежская область – это лидер среди регионов России по развитию органического земледелия. Почти 6 тысяч гектаров находятся под этим видом земледелия и еще 7 тысяч будут в конверсии. Как вырастить, а главное, как сбыть органический продукт, будем обсуждать в рамках Дня поля. Присоединяйтесь к нам. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!